Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет необычный ролик на канале. Ко мне обратился человек, который пожелал остаться анонимным. Но он сказал, я работал у официального дилера Mercedes, мастером-приемщиком, и я могу ответить на разные вопросы. Я сделал публикацию в Instagram нашего канала, где люди написали, что же можно спросить у мастера-приемщика, официального дилера Mercedes. Я подготовил свои вопросы, мы встретились с человеком, и прямо сейчас он уже сидит в автомобиле и готов ответить на все эти вопросы. Правда, неправда, честно, нечестно, объективно, не объективно, выводы делать только вам. Я вам честно говорю, что это никакая не реклама, поэтому присаживайтесь поудобнее, посмотрите, а после этого выскажите ваше мнение в комментарии, если вы с чем-то не согласны. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, друзья, наш мини-офис, маленький кабинет, мистер Икс уже в машине, и давайте с ним пообщаемся. Мистер Икс, расскажи, пожалуйста, где ты работал и чем ты там занимался? Mercedes-Benz, водитель сервиса, мастером-консультантом. Мои основные задачи были, это прием клиентов на сервис, обсуждение с ними объема работ, также выдача автомобиля, все связанные с этим манипуляцией. То есть контроль автомобиля на сервисе, согласование каких-то дополнительных работ, если что-то находят в процессе диагностики и прочее. Бывали ли на твоем опыте случаи, когда человек приезжает на техническое обслуживание, он говорит, я ни на что не жалуюсь, сдает машину, и, например, ТО не сделали вообще, но галочки поставили, что сделали? Такое абсолютно исключено у официального дилера Mercedes. Почему? Потому что все контролируется, все стандартизировано, нас проверяют представительства. Вообще везде, в том числе в сервисной зоне, есть камеры. Этот момент вообще исключает. А момент такой, что, допустим, человек, слесарь непосредственно работал с машиной, и он что-то забыл сделать. Там фильтры поменять, еще что-то. Такое бывает? Да, такое бывает. Причем эти моменты нельзя скрывать от клиента, потому что если что-то скроешь от клиента, это потом скроется, и затем скандал будет в тройне. Если механик признается, что он что-то не поменял, соответственно, я сообщаю клиенту, там, извините, Иван Иванович, произошла такая вот ситуация, можете к нам вернуться или подъехать любой ближайший день, или когда вам удобно, будете там проезжать мимо, мы заменим этот фильтр. Понятно, слушай, есть еще такая информация, ну, гулять, по крайней мере, на просторах интернета, слухи о том, что когда человек приезжает к официальному дилеру, то может произойти следующее. Дилер загнал машину и какую-нибудь запчасть сняли и заменили на другую запчасть, то есть, ну, что-то там сделали, подшипник ступичный в хорошем состоянии у меня забрали, поставили мне в нехорошем состоянии. Ну, ты понимаешь, о чем я. Такое бывает? Ты с этим сталкивался или это все болтовня? За 4 года работы в Mercedes-Benz я с таким не сталкивался ни разу, опять же, ранее я сообщал о том, что везде установлены камеры, если на этом поймают механика или там мастер цеха, им просто будет в дальнейшем закрыта дорога, скорее всего, в автобизнес. Касаемо гарантийного ремонта, очень часто бывает так, что люди с чем-то столкнулись, приезжают к официальному дилеру, а им дилер говорит, нет, у вас все нормально, или же, например, это не гарантийный случай, это вы сами виноваты, как вот здесь происходит момент? Есть такие моменты. В первую очередь клиенту необходимо продемонстрировать неисправность, показать мастеру-консультанту. С этим часто бывают проблемы, потому что клиент приезжает на сервис, и у него все работает, у него нет никаких шумов, у него работает та функция, на которую он жаловался, и в таком случае диагностировать нечего. Нет проблемы, нечего диагностировать. Соответственно, клиент в первую очередь должен понимать, когда проявляется эта проблема, и продемонстрировать ее мастеру-консультанту при приеме автомобиля. И, соответственно, если он продемонстрировал, это должно быть зафиксировано в заказной ряде. Хорошо, а бывает такое, что, например, в случае гарантийный, то есть подтверждено, что, допустим, поломка есть, отправляете, как правило, куда-то там дальше согласовывать, и вам приходит ответ, что в гарантийном ремонте отказано. Бывает такое? Такое бывает, например, бывают какие-то механические повреждения на автомобиле, если обнаруживается, или, к примеру, клиент жалуется на стук в рейке, затем обнаруживается по базам ГИБДД о том, что автомобиль был в ДТП в передней части автомобиля, что были затронуты детали ходовой части и рулевого управления. В таком случае на замену рейки рассчитывать не нужно. Слушай, ну раз мы с тобой решили поговорить на чистоту, вот в целом качество сервиса, сотрудники сервиса, как ты вообще сам считаешь, компетентны это люди, что там действительно работают одни специалисты, профессионалы, которые разбираются в Мерседесе, и что действительно есть смысл выбирать официального дилера. Почеркиваю, друзья, поймите правильно, мы никому не делаем рекламу, мы лишь исключительно общаемся, смотрим, как работают официальные дилеры Мерседес. Что происходит там? Приезжают, приходят на работу одни профессионалы, прям жесткий отбор, все все знают, все все умеют? Нет, такого нет, но стараются набирать людей опытных, стараются набирать людей знающих, более того, все сотрудники обязаны проходить обучение. То есть мастеров консультантов каждый месяц минимум один-два раза отправляют на обучение по новым моделям автомобилей, другие какие-то технические обучения, общение с клиентами. Также и механиков отправляют на обучение регулярно. Не скажу, что все подавляющее большинство механиков профессионалы своего дела. Хорошо, я тебя услышал, но я сейчас тебе хочу показать один видеоролик. Мне его прислал один из зрителей нашего канала, в частности в Инстаграме я делал публикацию, что мы будем общаться с человеком. И вот люди присылают один ролик от одних ребят, скрывать я не буду, я его покажу сейчас вам всем и послушаем, как его прокомментирует нам мистер Икс. Господа официальные дилеры Mercedes-Benz России, посмотрите вообще, что вы наделали. Продали человеку новый Mercedes-Benz GLS в пленочках, посмотрите, пленочки, машина с нулевым пробегом 2019-2020 модельного года, стоимость далеко за 7 миллионов. Сделали здесь, впарили человеку шумоизоляцию дверей, три двери сделали одинаково фигово, еще и непонятными материалами, а одну дверь сделали совершенно иначе. Мало того, что здесь сплошные дырки и некачественная клейка, посмотрите, вот это ваша шумоизоляция, ваша, официальный дилер. Не обклеили дверные карты вообще ни разу, так еще на трех дверях использовали. Невлагостойкий материал с невлагостойким клеем, который используют в дверях нельзя, он весь насквозь в воде, весь мокрый. Это все приведет через полгода к грибку, к плесени, к проблемам со здоровьем у клиентов, так еще и потом к гнилому кузову. Вы вообще как соображаете, когда это делаете? Вот тебе и качественный сервис, толковые сотрудники стараются собирать. На самом деле, даже не будучи мне профессионалом, но в целом, как делать шумоизоляцию, представление я имею. Но это видно, что это из серии какой-то, знаешь, новичок делал. Как ты это можешь объяснить? Ситуацию понял. Надо понимать, что такие подобные вещи, то есть доп. оборудование, особенно шумоизоляцию, делают не сотрудники официального дилера. Это делают подрядчики. То есть кто-то приезжает к ним и выполняет услугу? Да, все верно. Ответственность кто за это будет нести? Ответственность в данном случае несет исключительно официальный дилер. Здесь явно видно недобросовестное отношение к своей работе подрядчиков. А дилер просто-напросто, сотрудники дилера не проконтролировали этот процесс и не проверили качество выполнения работы. В общем, вопрос однозначно надо решать. Но так, я так понимаю, тоже человек поехал куда-то на сторону. Давай дальше, смотри. Касаемо клиента, вообще в целом, Mercedes, марка как бы не дешевая. Особенно есть машины, которые стоят вообще бешеных денег, там далеко за 10 миллионов рублей. Есть машина за полтора миллиона рублей. Вот в целом, ты общаешься с разными людьми. Какие-то люди требовательные. Вот если машина дорогая, то он приезжает, то он дюжит деловой, там разговаривать особо не будет, может нахамить. Или это культурные люди. Вот охарактеризую вообще, что это за люди приезжают. Ты знаешь, люди все разные. Но общая тенденция владельцев Mercedes, она есть. Это образованные люди, это интеллигентные люди, как правило. И это спокойные люди. Как правило, более требовательные клиенты таких автомобилей А, Б, С класса. Все, что выше, особенно ГЛЕ, ГЛС владельцы. Дорогие машины. Более позитивные люди. И при наличии каких-то косяков, они более лояльны к тебе относятся. Можешь какую-то историю вспомнить, например, когда произошло что-то неприятное с машиной, и тебе нужно было идти человеку об этом рассказывать? Есть какие-то такие в голове истории? Была ситуация с автомобилем ГЛС, который стоит на минуточку около 8 миллионов рублей. А механик в ходе выполнения технического обслуживания передвигал свою инструментальную тележку и случайно задел ей бампер задний. Так повредил, что бампер только под замену. Вот, когда мне об этом сообщил мастер цеха, я пришел, увидел это. У меня просто дрожали руки, я не знал, что сообщать клиенту. Как я это буду сообщать? Представьте себя на моем месте. Далее я обратился к руководителю, как мы будем решать эту ситуацию. Придумали решение, это заменить бампер с подменного автомобиля. Соответственно, я пошел сообщить об этом клиенту. Клиент был крайне, конечно, недоволен этим фактом. Но всякое бывает в жизни. Все ошибаются, все мы люди. Мы заменили ему бампер. Это заняло там дополнительные полтора-два часа. Но в итоге решили проблему. А механик потом менял бампер на Тезраевской машине за свой счет. И сколько обошлось это примерно ему за свой счет такая вот тележкой задеть? Порядка 35 тысяч рублей. Это еще ему, грубо говоря, со всеми возможными скидками. Раз уж мы заговорили про техническое обслуживание, можешь кратенько рассказать. Смотри, на текущий год, 2020, в продаже есть ряд автомобилей. Какие из них ты можешь отметить как наиболее надежные машины, что они приезжают от ТО до ТО, замена масла, замена комплектующих различных без дорогостоящего ремонта, без гарантийного ремонта, как правило. И есть машины, которые чаще всего приезжают на сервис именно по гарантийным обращениям. Есть такие? Как правило, такого разделения по классам автомобилей я не выделю. Единственные модели, которые уже давно производятся, их можно назвать более-менее надежными. Например, С-класс, это ГЛА, это Е-класс. Вот по С-классу раньше я, например, помню, что у С-шки была проблема с цепью. Сейчас таких проблем нет? Нет, двигатели сменились, и сейчас в последнее время не наблюдали. Ну, а по памяти твоей, то, что ты, например, работал за последний год, какие ты там встречал, например, гарантийные ситуации, что, например, что под замену попадало? Двигатель под замену попадал. Это на какой машине? Это было на С-классе, на новом. Там произошла ситуация, что оборвалась цепь. То есть, получается, сейчас мы говорим о том, что надежно, тем не менее, это произошло. Как часто такое происходит? Это единичная ситуация была. По другим моделям, по Е-классам, по А-классу, по Б-классу, бывают какие-то? А-класс и Б-класс сменились недавно. То есть, пока свежие? Да. Сейчас, на данный момент, вот С-класс, Е-класс, у них поколение не сменилось. А сменилось поколение сейчас ГЛЕ, ГЛС. Это все новые автомобили. Также сменилось поколение двигателей. Они сейчас как бензиновых, а так и дизельных. И сложно сейчас сказать о том, какие двигатели надежные, какие нет. Но в целом бензиновые двигатели надежные. Почему ты пошел работать в эту сферу? Что тебя привлекло там? Мне нравятся автомобили, и, соответственно, я искал работу в этой сфере. Почему пошел в дизельский центр, почему пошел в отдел сервиса? Потому что там постоянная движуха, ты не сидишь на месте, ты не сидишь постоянно 8 часов, 5 дней в неделю за компьютером, тебе приходится вставать, тебе приходится быстро ходить, что-то решать, выходить на улицу. Скажи, пожалуйста, сколько удается тебе получать в месяц? В месяц я зарабатываю в среднем от 80 до 100 тысяч рублей. Зависит непосредственно от выполнения плана. План по продаже услуг, то есть работ и запасных частей. Также в этот план включены продажи допорудования, аксессуаров и индекс клиентского удовлетворенности. То есть когда клиенту звонят после сервиса, если клиент ставит низкие оценки, отвечает, что было там плохо или не очень, ему понравилось, соответственно, с меня также срезается зарплод. Вот интересный момент, ты сказал, план по выполнению, по продаже дополнительного оборудования, дополнительных запасных частей. Что это значит? Я услышал это лично так, что приезжает машина, и твоя задача прийти и сказать, слушайте, мы вам рекомендуем поменять колодочки. У вас износ 30%, но тем не менее неплохо было бы их заменить. Это вот примерно плюс-минус из этой серии? Не совсем. То есть ты клиенту показываешь на автомобиле, если происходит прямая приемка, о том, что колодки подходят, и, к примеру, до следующего того они не дойдут, ты рекомендуешь их поменять. Здесь уже решение клиента, менять или не менять колодки. Хотя они, к примеру, там могут проходить 3-4-5 тысяч километров. У клиента есть желание не приезжать к нам еще раз, не тратить время, а заменить их за один приезд. Ну а бывало на твоей практике, может быть не конкретно по тебе, а по другим сотрудникам, которые навязывали, например, там девушка приехала на ТО, ей говорят, вот это надо поменять, ой, у вас это в плохом состоянии. Хотя это, в принципе, в рабочем все состоянии. Ну давайте поменяем для того, чтобы как раз-таки сделать себе галочку, выполнить свой план. Нет, такого нет, чтобы менять исправное на исправное. Есть такие моменты, как продаж дополнительных услуг. Например, это промывка масляной системы перед заменой масла. Вкратце, это развод. Вот, также, например, для спортивных автомобилей это актуально. Чистка перфораций на тормозных дисках, за которые можно взять с клиента там и 10-15 тысяч рублей. Вот, тоже услуга сомнительная. На чем ездят сами сотрудники дилерского центра? Понятное дело, что есть те, кто за него зарабатывает меньше, есть менеджеры по продажам, которые могут зарабатывать больше, есть руководство. В целом, на автопарке среди персонала машины какие присутствуют? В целом, все разные автомобили. Кто-то ездит на корейцах, кто-то на японцах, кто-то и на мерседесах. Пускай и не новых, но есть такие сотрудники. Например, частая ситуация, когда клиенты сдают автомобиль в трейд-ин свой, тот же мерседес. И если эти автомобили достаточно неплохие, то некоторые сотрудники их выкупают и ездят. Очень частый вопрос касаемо гарантии с точки зрения автомобилей, которые производятся в России. Вот как, например, показывал в своих роликах юрист Ярдрей, что, например, на автомобиле некоторой BMW выяснилось, что это автотор, что на них как бы гарантия не распространяется. На те машины, которые собираются в России. То есть их делают по гарантии, но в любой момент вам, если что, могут и отказать. Это прописано по документам, исходя из роликов. Как это происходит с мерседесом? Есть же уже завод в России, уже собирают машины. Как это? Да, в Подмосковье открылся недавно завод. Соответственно, он работает, выпускает, насколько я знаю, E-классы. Дальше планируют еще какие-то автомобили выпускать. Вообще, на мерседесы, на все, независимо от того, на какой рынок конкретно произведен был автомобиль, распространяется мировая гарантия. Об этом даже написано на официальном сайте Mercedes-Benz. Но твоей практики еще не было лично, чтобы ты принял автомобиль, например, с какой-то поломкой гарантийной, с какой-то заменой, пусть даже того же самого хрома. Но чтобы это был автомобиль как раз этого нашего отечественного завода. Я ушел из дилевского центра уже после того, как открылся завод. Друзья, ну и конечно же, я задам вопросы ваши из инстаграма нашего канала. Я вам ввожу на экран. Подписывайтесь именно для того, чтобы в дальнейшем, когда мы снимаем какие-то сюжеты, вы могли задавать ваши вопросы, и я их мог зачитать. Сейчас я буду по списку зачитывать их, а мистер Икс нам будет кратенько на них отвечать. Человек задает вопрос, в принципе, мы тоже, я его тоже задавал. Какой ресурс у современных Mercedes-ов? Вот можешь дать больше конкретики? Смотри, окей, новая машина, есть новая машина. То есть первое время, как правило, но если что-то и случится, это больше заводской брак. Но все равно на твоей практике ты же разные машины принимаешь. Там и пятилетние, и там больше, после 100 тысяч пробега. Бывает такое, что человек приезжает, и вы ему там выкатываете нехилый прайс, потому что там нужно одно, второе, третье иметь, какие-то машины. Ну и вообще в целом, что бывает? Были такие моменты, когда приезжают автомобили с 4-5 летней и старше, у которых в двигателях была несправность с газораспределением, то есть именно с цепью, с муфтами. Они приезжали на порядка от 70 до 160 тысяч километров пробега. Замесиваясь от состояния газораспределительного механизма, там уже был ремонт и на 150, и на 200 тысяч. В самых запущенных случаях до 300-400 тысяч доходило. А с автоматическими коробками передач в целом сейчас есть 7G-троник, 9G-троник. На них как? Вполне себе надежные коробки, что 7G-троник, что 9G-троник. 9G-троник я поменял один раз по гарантии, и все, больше на них никаких нареканий не было. Единственное, порой люди бывают, жалуются на какие-то толчки, рывки, пинки, но это происходит на всех коробках, у всех марок, это не является неисправностью. С точки зрения качества отделочных материалов, я знаю, что у Mercedes очень часто на C-классе скрипучие салоны, то есть куда-нибудь нажимаешь, на неровностях приезжаешь, машина скрипит. Вот люди же приезжают, жалуются с этими вопросами. Да, такое встречается. Как решают? Просто банальная проклейка этих элементов, которые скрипят. Например, там спинка сидения скрипит, снимается спинка, проклеиваются эти места. Какой мотор надежнее сегодня? Бензиновый мотор или все-таки дизельные моторы? Сейчас, в последние годы, линейка моторов у Mercedes поменялась, что в бензиновых, что в дизельных. Но чаще всего люди обращаются с проблемами по дизельным двигателям. Это связано, как правило, с системой ЭДБЛЮ. Выходят из строя датчики NOx, датчики температуры, датчики противодавления. У бензиновых двигателей, как правило, возникают проблемы, люди по ним меньше обращаются. По подвеске бывают моменты, когда что-то стучит. Например, у Е-классов есть проблема с задними стойками, с задними амортизаторами или опорами амортизаторов. Соответственно, если клиент это демонстрирует при обращении в дизельский центр, если стук действительно есть, то устраняется в рамках гарантии. Один из популярных вопросов. Если бы ты себе покупал бы автомобиль, ты имел бы возможность купить себе абсолютно любой Mercedes. Купил бы ты себе Mercedes или ты купил бы себе совсем другой автомобиль? И на чем ты ездишь сам? Сам я езжу на японском автомобиле, просто потому что на новый Mercedes не зарабатываю. Или может быть просто потому, что он надежнее? Отчасти да. Так, а Mercedes бы себе купил бы? Если бы мне позволяла бы зарплата, да, купил бы. Если бы купил, то какую модель? GLE. GLE, который стоит, если мне не изменяет память, порядка 5 миллионов рублей. GLE. GLE. Не хило. Иногда бывает так, что заходишь в интернет и найдешь себя человек, который говорит, да я из этого сервиса не вылазью. Постоянно приезжаю то одно, то второе, то третье. Бывает такое. Вот на твоем опыте был такой клиент, который у тебя постоянно приезжал, и вот все время у него что-то было с машиной не так? Бывали такие клиенты, но, как правило, они сами себе накручивали эти неисправности, несуществующие. Действительно, что-то и было. С этими моментами мы разбирались, устраняли. А как понять сам себе накручивать неисправность? Это вот можешь привести пример? Ну, к примеру, беспокоят какие-то стуки, при этом клиент показать их не может. То есть мы выезжаем на нашу тестовую площадку, клиент садится за роли, сам катается, и при этом сам не слышит этих стуков, на которые он жаловался 5 минут назад. Ну, это вот самый натуральный закон подлости. На самом деле, я лично даже сам с этим сталкивался. У меня там на предыдущих машинах буал такое, что, например, едешь погоранчить, поменять, приезжаешь, ничего не гудит, ничего не пищит, все работает исправно. Я думаю, вы с этим сталкивались тоже. Очень хороший вопрос, как относится сервисмена к тем, кто просится посмотреть, как делают ТО? Да, вы имеете такую возможность по закону, то есть вам не имеют права отказать, вам могут зачесть краткую инструкцию по безопасности, вы распишетесь в журнале безопасности, вам выдадут жилет, проведут вас в зону сервиса, и, соответственно, вы можете наблюдать за провинтой. Просто некоторым дилерам не нравится присутствие клиента в рем-зоне, потому что они порой разговаривают с механикой, мешают их, отвлекают. Где-то в какие-то моменты это может быть небезопасно. Вот хороший комментарий и вопрос. Ну, матом человек пишет сначала. Фигли, там и все так известно. Тетка брала в 2014 году Б-класс. Со второго года начались танцы с бубном. Помпа, мозги, тормоза, турбина, вкруг подвеска, отказ приборки, отказ ключа зажигания, косяки с топливной. И сейчас после пробега в 120 тысяч стал жрать масло двигло. Короче, машина говно. Я недоволен, тетка недовольна, все недовольны. Подобные ситуации достаточно редки. Как правило, такое количество неисправностей на отдельно взятом автомобиле может быть. Но в большинстве своем такого нет. Можно ли доверять диагностике автомобиля с пробегом у официального дилера? То есть, когда приезжают покупать, я так понимаю, автомобиль с пробегом. Вот хотят купить БУ Мерседес, загоняют к официальному дилеру, и он делает диагностику. Насколько она будет точной? Ну, смотри, здесь ситуация следующая. Сотрудники отдела сервиса, они диагностируют автомобиль добросовестно. В заключении пишут также все по автомобилю, все, что они обнаружили. Тут другой вопрос к сотруднику отдела трейды, менеджера, который продает автомобиль, что он может не договорить касательно автомобиля, который продает. Вот здесь в этом моменте могут быть подводные камни. По пятибалльной шкале за надежность автомобилей, что ты можешь им поставить от 0 до 5? В целом, достаточно сложный такой вопрос. Где-то 4, не выше. Итак, я думаю, высасывать из пальца больше не нужно. Я задал тебе максимум вопросов от себя. Я задал вопросы от вас, друзья. Поэтому нам нужно сделать выводы. Ну, а мистеру Иксу мы говорим большое спасибо за интервью. Ну что, друзья, вот таким получился этот ролик. Не каждый день есть возможность пообщаться с сотрудником дилерского центра, который готов, пусть и на анонимной основе, но ответить на ряд вопросов. Я всех вас жду в комментарии. Высказывайте ваше мнение. Если вдруг кто-то сталкивался с какими-то проблемами, ситуациями, обязательно расскажите об этом. Пусть люди почитают, знают правду. В любом случае, обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше будет больше интересных роликов. Подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там я всегда делаю публикации, где вы можете принимать участие еще до того, как мы записали видеосюжет. До новых встреч. Всем пока-пока.